уважаем а ну еще кстати хотел сказать то что возможно будут стримы связаны с этим с ванильным майнкрафтом число строительство да чисто вот это вот все может еще чуть я еще особо-то не думал над этим она автоматические фермы с жителями до боли на только что понял что будет столько жителей это ферма железа на основу этих на использовании жителей да это раз фирма пропитание перпос еду ему так сказать тоже опять же на жителях основан то что там мисс идея насчет этой фермы как ему продуктивный сделать блин сейчас будет самое основное это найти фирму жителей да во первых отстроиться во первых отстроиться потом либо же через ад и вы же через нормальный мир построить туда это железо дорогу на каждому числе нормальный мир ты не через зад в одну мне в воду там я не хочу ничего делать общины оставить носительным вообще она в общем увижу потому что один фиг еще надо у меня в планах от достроить карту истории данта да это раз два ну немного пора выглядеть комп потому что там точнее до декабря потому что декабре там выйдет новый хитман который я хочу поиграть конечно сказать будет как абсолюшен коридорный но я надеюсь на лучшее что сквореникс все-таки передумают и сделать того менее коридорным как допустим тот же будет мани допустим на как тот же как позвать то здрасте здравствуйте ваш тетя забыл а у конка хитман контакты хитман коденейм 47 но я вспоминаю до сих пор хитман хитман 2 ассасин ассасинс по моему а бесшумный убийца как там бесшумный убийца хитман 2 бесшумный убийца там у меня некоторые миссии бесили да ну там именно старались сделать того что вот ты идешь там чувствуете какая-то задача дать тебе чтоб достичь ее надо выполнить до этого еще какие-то определенные в будут мани от тебя этого не требуюсь вот это мне больше всего нравилось хитман абсолюшен там опять я тебя требуюсь чтоб ты допустим кого-то бишу бил еще чё тут меня этот рейтинг без туда то что за него очень все время хотелось быть лучше да ты старался проходить бесшумно смотреть как это все можно провернуть как можно больше очков получить и из-за этого терялся смысл игры да то что смысл игры любой когда это играть в его удовольствие они соревноваться с кем-то я только шутка как будто кто-то там будет в нау теперь я не смогу жить с этим я сушу кто-то будет ну а более сейчас вспомню и 3 с электрониками в общем там знаете же посмотрел вот такая здоровая баба которые выпустили да и мужики значит на ее видим быть и ущербным манки хотя там в америке свои стереотипы да у них там пидор на пидоре и пидором заканчивается да это не то что у нас в россии так и шоу моду набить и решение почти любой проблемы ну относительно любой ладно вот меня вообще никто колею понесло но единственное что я жду теперь после просмотра и 3 это новым новые у нового мира сейджа хитмана там прайдера новое не жду потому что там он эксклюзив для xbox avan будет вот это дебилизм да потому что все там прайдеры которые выходили на playstation и playstation 2 если они там выходили вообще и точно не помню они были полностью сделал переделан еще для пока ну конечно нет еще у меня есть некоторые версии где вообще там прайдер был сделан этими вообще левыми контрольным которым которые вообще не принадлежности к этому не имели да но однако не сделали как минимум я точно помню если не одна ли часть которыми имеется на диске да со всеми том прайдерами вот я собираюсь как нибудь начать проходить всю серию том прайдер то есть с первой самой первой части по последнюю но это у меня пока что в планах именно так что я не в курсе будет ли это вообще реализовано у меня так что увидим вообще у меня наполеоновские планы потому что я хочу пройти все разным ты вы все сален хилы все все всю серию том прайдер то насчет хитмана я еще не знаю буду ли всех проходить то что это кодмане 47 то есть агент 47 там его возможно пройти да я когда то очень давно проходил но я не знаю этот баг как в какой нибудь версии исправили или нет связанный с вылетом на одном уровне из-за этого из-за скриптованного взрыва да который должен там случится в любом случае да не мы в любом случае должны его извести надо до сих пор вопрос насчет этого ну насчет бесшумного убийцы я там помню некоторые которые достаточно усложнили на тот момент процесс прохождения да потому что там были у которые просто возьми до сих пор помню там момент в россии где надо было до того как кортеж у есть с каким-то хреном надо был убить самая как по мне бесячая миссия именно тогда было но сейчас то это же графики и бесшумные убийцы не поп у меня вспоминается это только графика бутмани то есть представьте сколько я не играл в хитман 2 бесшумные убийцы да что мне помнится только графика бутмани это и можно представить да наверно с момента покупки именно на диске еще прошло наверное лет пять если не больше больше лет семь причем я сначала появился хитман контакты потом хитман будет мани только после этого это коденейм фестиван это агент 47 и хитман 2 бесшумные убийцы ой я до сих пор помню как это было для меня тогда я не побоюсь этого слова прекрасно какая по красивые на то время графика и тем более еще тогда мне было наплевать на графику да было время когда мне было наплевать на графику учтите маленькие засранцы графодрочеры мое время было плевать на графику самое важное было сюжет ну и просто просторы мира и скажем трепещий момент когда ты сидишь и смотришь на полоску установки игры в течение наверно часа и до сих пор помню как я впервые устанавливал gta-4 да ждал час целых когда оно становится и сколько же я в ней не играл я точно помню то что я по и на сюжетной кампании точно прошел потом я надоело я просто начал находить машины быстро кататься на них и в принципе на это все и закончилось мне уже gta надоел я его удалил и забыл про него на долгое долгое время сейчас мы наверное не поймут как можно было забыть про gta но я тогда мог спокойно и про gta забыть и вообще про компьютер полностью потому что это было великолепное время то что сейчас время время шкалаты и графодрочинга блин мыльцо там все это хрен туры уже поняли как за основное кричать то что что то уже не торт и графика говну там еще много много разнообразных фраз и и ложки не только это как я жду той времени когда снова вернется то ну тоже то самое время когда было наплевать на графику а главное было сюжет на это время уже никогда по одной причине тоже снова поколением новое новые виды на мир набирали и где-то помню от 4 до 8 лет и и дали им поиграть как бы это не был смешно в марио тетрис в первый mortal kombat в змейку на ноке с 30 меня забыл как как-то модель на кинзов которую именно было показано в общем они просто вот не уме не умели играть то есть они увидели это окей и а где там идти где бампер ну там конечно другом чуть описывали именно эти кнопки да мне понравилось как некоторые геймпады именно те брали для просто стыдно за мне поколением потому что они знают только ду в которой все друг друга апсиры это нельзя потому что с выйдом отыгрывают периодически в уплёр не спрашивайте от у него уплёрнут он у него можно сказать каждый день и в день по несколько раз с понять еще шо зачем почему как у него есть еще я время понял то что пол привор это это не зло то есть вот добавили низкий приоритет не просто так а добавили если бы не добавляли бы сколько вы идиотов то они сидят там в своем уплёте его можно сказать обновляют каждый каждый день паной и сидят в нем и что я помню того даун дюса который когда еще отчет был наш пользу там по моему 510 до еще можно было от камбэчить но этот идиот полностью продался пиво курицы и начал просто вот ногу фиди в команду помню того дауна батрайдера который который кричал то что все все у него изделят в частности я то есть вообще никакой игры тупо видел опять же я может кого в общем много если ты воспоминайте хотел бы чтобы этих людей в мобах просто потому что я несколько раз спрашивал у людей что такое темпой они просто меня посылали на три буквы то есть они не знают что такое тупо и не знают вообще нафига брать саппорт то есть у них и здесь взял саппорта то это все смертный приговор для них то есть саппорта ничего не могут вообще они лишний в доте что покупать не не курьеров не фарды не надо вообще ничего не надо делать на только кричать друг на друга что что у твоего скаманье когда этот дцп что у него что у него рак головного мозга там еще много много всякой хрени которые ты выслушиваешь за одну катку если ты не дай бог попал в ул приор с такими же даунами как и да именно те попадаются он на этом все всем спасибо смотрел с вами был данте это был вот спой по майнкрафту точнее первая первая его часть на именно скажем второго сезона надеюсь он продержится долго но сейчас всем спасибо и всем пока